Основные тренды развития видеосистем закладываются, наверное, в основном двумя участниками. С одной стороны, это потребитель, с другой стороны, соответственно, это производитель, диктующий свою безусловную волю в виде желания и производства техники. Соответственно, на мой взгляд, наверное, транспортная безопасность является одним из основных, в данном случае, одной из основных транспортов, как отрасль драйверов для рынка, и видеосистем, и в том числе систем безопасности. Законодательные требования, требования самих организаций являются достаточно серьезным, скажем так, драйвером всего рынка и безопасности, то есть как система охранных сигнализаций, и в том числе и видеосистем. Если возвращаться к производителям, то решение, наверное, мобильной системы видеонаблюдения и системы видеонаблюдения для транспорта, на данный момент, это один из основных, наверное, таких вот блоков работ, где масса усилий производителей сосредоточена. Соответственно, основные драйверы, если говорить о технологических аспектах, это на транспорте подсчет посетителей, это совмещение желательной в режиме реального времени баз данных, разыскиваемых лиц и, соответственно, того, что видят видеосистемы. Насколько они будут успешны, мы, наверное, увидим в ближайшем будущем, но если говорить об аспектах потребностей и участия производителей, это, наверное, один из более таких значимых, видимо, для обеих сторон, поскольку усилия основные, на мой взгляд, наблюдаются там. Если говорить о других вертикальных рынках, как, например, нефтепереработка, то здесь нефтяная отрасль, будет так говорить, добывающая, перерабатывающая. Никаких каких-то, признаться, особых драйверов, кроме, как обычно, развития, соответственно, экономики и установка новых мощностей по переработке, введения в эксплуатацию новых, соответственно, шахт, я бы сказал, что не наблюдается, поскольку в данном направлении, на мой вкус, изглед каких-то обильных телодвижений в последний год не было заметно. То есть, конечно, нефтянка является драйвером каким-то или газовщик каким-то драйвером для видеосистем, в частности, как технологических, так и экономических, я с нашей точки зрения и с наших, наверное, проектов не могу. Основным для нас, из нашей точки зрения, драйвером для видеотехнологий конкретно является, например, рынки спортивных объектов. Можно заметить, что больше конференций специализированных изданий стало по спортивной тематике и, соответственно, на выставках, посвященных, форумах, посвященных спортивным объектам, системы безопасности, в том числе видеонаблюдения, стали такой неотъемлемой, наверное, частью всех форумов. Обсуждается как аспекты как о применении технических, так и аспекты о смысленности. То есть, зачем, сколько это стоит, какова отдача от внедрения видеосистем. Ну, в принципе, это радует, потому что безопасность, организация, это не, как сказать, неузкая доля игроков, так называемого, рынка безопасности. Радует, что вовлечены в формирование требований к системам и смысл, зачем это надо и как возвращать инвестиции, сами объекты, установлены, сами пользователи этих систем. Соответственно, как я упомянул, то спортивная индустрия является активным, так сказать, драйвером роста рынка систем безопасности и видеонаблюдения, и что радует не просто драйверам, а активным участникам, которые интересуются не просто применением, а очень интересуются результатом. То есть, поскольку отрасль, видимо, сильно заинтересована в возврате своих инвестиций, пользователей объектов, сооружений, спортивных объектов, то радует, что участие не просто зачем-то поставить что-то, а, в принципе, действительно, что это дает и когда будут возвращены здесь вложенные средства. Ну, понимаете, если сконцентрироваться именно на видеосистемах, поскольку это, наверное, для меня основная деятельность, да, и для нашей организации, то, в принципе, видеоотрасль, наверное, наиболее зависима от IT-производителей. Если говорить про IP-системы, обсуждать, что весь транспорт, вся транспортная инфраструктура построена на производстве, на системах, производящихся рынка ИТ, говорить, наверное, глупо. Модули передачи сигналов, там, грубо, из камеры, то есть преобразование сигналов от оптических элементов до, соответственно, пакетов, это все в основном элементы, произведенные, ну, можно сказать, IT-индустрией. Кодеки, в основном это IT-индустрия, то есть специализированных, на самом деле, кодеков и специализированных систем, предназначенных именно, по-суму, на видеосистем, для видеосистем и предъявляющих требования к производителям ИТ, ну, это единицы. Скорее, об этом речь идет о неком зарождении или возрождении требований к кодекам или к оборудованию формирования видеосигнала со стороны рынка систем безопасности, к производителям рынка ИТ. Поэтому, наверное, переоценить сложно зависимость рынка видеосистем от ИТ, потому что основная, огромная масса уникальных технологий, как по коммутации сигналов, обработке видеоизображения, да, то есть видеоанализа, основная масса игроков — это IT-компании. Другой стороны, что называть IT-рынок. В данном случае, если вы обратите внимание, все так называемые НВРы и программное обеспечение являются продуктами либо совместного производства, то есть IT-компания делает, например, железо, и условно игрок систем безопасности делает программное обеспечение. Но к кому относить игрока, который производит программное обеспечение для рынка СБ? К IT-индустрии или к СБ? Здесь вопрос, наверное, к самим производителям. Если же говорить о комплексном продукте, то действительно, видеосистема все больше и больше — это IT. Отчасти это связано, возможно, с тем, что такие драйверы, как IPTV, Digital Signature, видеоконференц-связь — это все, грубо говоря, куски, которые очень сильно корнями уходят в IT-рынок. Наверное, судьба видеонаблюдения отчасти действительно использование огромной массы IT-технологий, и в лучшем случае это адаптация и предъявление требований со стороны систем безопасности к производителям IT-продукции. Та часть, которая в видеотехнологиях относится к СБ, это, на мой взгляд, все-таки требования, это эргономика использования, то есть та специфика использования, которую IT-индустрия пока не обхватывает. Ну, зависимость с точки зрения технологий, я, наверное, свой взгляд объяснил. С точки зрения, наверное, рыночной, посмотрите все больше и больше IT-дистрибьюторов, не только интеграторов, да, которые уже, на мой взгляд, где-то года с 2004-го наблюдается такая устойчивая тенденция обрастания IT-интеграторов инженерными сервисами, то есть строительство не просто прокладки сети, да, и ПО, и прочее, да, а строительство уже слаботочки различной, то есть телефонии, в том числе охранки, в том числе электрики, то есть обрастание IT-интеграторами инженерных систем идет уже, ну, наверное, 8-10 лет, точнее, наверное, не скажу, да. На данный момент уже последние несколько лет вы можете обратить внимание, что дистрибьюторы IT-рынка не какие-то, скажем так, второго-третьего порядка, да, а первые, то есть OCS, Marvel, Merleon, они все являются поставщиками видеосистем. Если мне не изменяет память, по-моему, у Marvel на сайте одна из целей уже сформирована по видеосистемам быть номер один среди неспециализированных компаний поставщиком видеосистем. То есть, ну, боюсь, что оценить уже можно составить вопрос не влияния IT-индустрии на видеосистемы, а к чему относятся видеосистемы, к какой индустрии. Потому что влияние IT-рынка на, то есть та база, с которой они работают, то количество предприятий, которые обслуживаются IT-индустрией, существенно, наверное, в порядке превосходит весь рынок СБ. Это означает, что при тенденциях плавного такого перетекания видеотехнологий из СБ специализированной темы в, скажем так, видеосистемы всем и все для разных целей, то IT-рынок, наверное, будет скорее видеосистемы называть видеосистем видеонаблюдения частью IT-рынка. Ну, в принципе, видеоконференц-связь, как пример. Думаю, что у видеосистем, есть у видеонаблюдения, есть все шансы очень большой части уйти именно в рынок IT. Основное, как это ни парадоксально, естественно, мы участвуем в данном форуме, не заради просто показать, какое прекрасное оборудование, какие мы красивые. Все-таки это вполне коммерческая цель, это поиск потенциальных клиентов. И основным достоинством данного форума, в отличие от выставок, было в том, что здесь компания «Игротек» специализирована, приглашала, и так, надо сказать, умело приглашала целевых клиентов, целевых для нас, очевидно, не только для нас. И это, наверное, основной мотиватор участия в данном форуме. Ну, второй интересный, уже как специалиста для меня, это состав семинаров. И надо порадоваться, сказать, что в этом году он еще интересней. Ну, когда схожу, тогда скажу точнее, насколько он интересен или просто до заявки.